Пусть звенят колокола над Родиной нашей, пусть становится она год от года краша. Вот так необычно началось очень серьезное мероприятие. Зональная конференция, посвященная 20-летию региональной общественной организации Собора Русских Башкортостана, прошедшая в Кумертау в минувшую пятницу. На конференцию приехали председатель сполкома Собора Русских Виктор Пчелинцев, управляющий Салаватской епархией, епископ Салаватский Кумертауский Владыка Николай, главы районов Юга Республики, председатели Советов отделений Собора Русских и другие высокие гости. Здесь просто очень многое делается для того, чтобы обеспечить единство не только русского народа, а всех проживающих в этом городе. Ибо годами, которые произошли у нас изменения после развала Советского Союза, город оказался в очень сложной ситуации. И вот стойкость, умение преодолеть вот эти сложности, вот это принадлежит кумертаусам. Вот эту сложность они преодолели с достоинством. И сегодня город Кумертау практически звучит не только в Республике Башкортостан, как позитивное движение, но и в целом Российской Федерации. И поэтому Собор Русских Республики Башкортостан гордится тем, что здесь обеспечена достойная работа именно на обеспечение мира и согласия между народами и конфессиями. И вот эта правильная, организованная работа, она дает вот такие плоды сегодня. Люди не оглядываются в прошлое, а именно живут в будущем ради своих детей и внуков. И делают все возможные, что от них зависит. С приветственным словом к собравшимся обратился глава городского округа город Кумертау Борис Беляев. Мы рады видеть преосвященнейшего владыку Николая, епископа Салаватской Кумертауской епархии. Наше городское отделение Собор Русских во главе с Олегом Анатольевичем Астаховым. И приветствую всех представителей районов и городов Юга Республики. Также я приветствую руководителей всех национально-культурных центров города Кумертау, которые работают в сотрудничестве, сохраняя и укрепляя дружественную атмосферу в городе среди разных национальностей, а также педагогов, просветителей, руководителей казачьих объединений. Благодарю почетных гостей и представителей духовенства за то, что откликнулись на наше приглашение. Именно в таком представительном составе мы бы хотели сегодня провести зональную конференцию Собора Русских в Башкортостане, посвященной 20-летию создания. Борис Владимирович рассказал об истории нашего города, его дни сегодняшнем и перспективах развития, отметив, что именно благодаря неравнодушным, талантливым людям, живущим в Кумертау, город смог добиться определенных успехов в своем развитии. Именно таким горожанам, приглашенным на конференцию, Борис Владимирович вручил благодарственные письма и почетные грамоты, отметив их вклад в процветание Кумертау и поддержание духовного единства между различными народами, живущими в городе. Открыв заседание круглого стола, Виктор Пчелинцев подвел итоги 20-летней работы Собора, рассказав о непростом пути, направленном на сохранение русского этноса, объединение усилий русской общественности республики для формирования и распространения идей духовного единства, дружбы народов, патриотизма, любви к родному краю и его народам, ко всей Великой России. Обозначил Виктор Александрович и задачи Собора – это сохранение и изучение исторического наследия русского народа, дальнейшее развитие самобытной культуры, традиций, взаимовлияния, взаимодействия и взаимообогащения русской культуры, культуры других славянских народов с культурами народов, населяющих Республику Башкортостан. Это распространение знаний и информации об истории культуре и современном состоянии русских Башкортостана, содействие активизации кривического движения, поддержка усилий общественности, органов государственной власти и местного самоуправления Республики Башкортостан по возрождению русских национальных обычаев, традиций, обрядов, народных промыслов и фольклора. Взаимодействие с Уфимской епархией Московского патриархата Русской Православной Церкви по вопросам возрождения православной культуры, духовности, воспитаний у жителей Республики Башкортостан, чувства милосердия, развития благотворительной и миротворческой деятельности. Немало добрых слов произнес Виктор Александрович в адрес Кумертау и его жителей. Как сегодня работает город, чем живет город. Ну и, наверное, как во все времена, русские люди, понимая свою ответственность за свое отечество, за свою страну, за великую Россию, делают все возможное, чтобы вот из той сложной ситуации, которую в одно время попал город Кумертау, сегодня я еще раз хочу повторить и поблагодарить Бориса Владимировича за то, что сделано все, чтобы поднять город Кумертау с колен и сегодня вывести на федеральный уровень, сделать так, что сегодня эта территория опережающего социально-экономического развития. То есть город сумел добиться, город сумел включиться и самое главное на федеральном уровне сказать, что мы сумеем, чем вы поможете, и освоить, и принять, как говорят, инвесторов, для того, чтобы организовать новые рабочие места и производство. Есть особое направление, которое сплачивает, объединяет, определяет какие-то наиболее важные основополагающие критерии. И то есть видно, что город, вот несмотря на, будем говорить, свою молодость, но он выработал и имеет свои сегодня традиции, человеческие традиции, экономические, работа с молодежью, умение позиционировать на уровне республики не только, а сегодня умение позиционировать на уровне в целом Российской Федерации. И это все дорогого стоит. О роли Русской Православной Церкви в работе Собора Русских и о единстве всех народов, говорил за круглым столом епископ Салавацкий и Кумертауский Владыка Николай. Сегодня в городе Кумертау на федеральные деньги по благословению патриарха Московского Евсея Руси Кирилла при поддержке Федерального агентства по делам национальности строится духовно-просветительский центр, автономная некоммерческая организация возрождения при Иоанно-Предтеченском соборном храме города Кумертау. Это также я хотел бы сказать, что впервые в истории Метрополии и Республики духовное здание строится на федеральные деньги. И о чем я вот рассказываю об этом строительстве, то все глядят на меня с удивлением. Такое тоже может быть. Собор русских и Русская Православная Церковь не могут быть разделимы. Также на конференции были заслушаны доклады председателей Советов отделений Собора русских из Кумертау, Хайберлинского, Стерль-Тамакского, Кугарчинского и Мирюзовского районов. Спасибо Собору русских Башютастанов вообще за поддержку нашего отделения в городе Кумертау. Не зря наш город был выбран сегодня для проведения этой конференции. На самом деле в городе очень много русских живет. Причем живут они дружно, со всеми национальностями, народностями, которые здесь проживают. Я думаю, что работа в этом направлении, работа ту, которую мы проводим по изучению истории, по воспитанию нравственности у наших молодых, у нашего поколения молодого, будет продолжена и будет продолжена успешно. Круглый стол завершил свою работу, но мероприятия в рамках конференции для гостей продолжились. Об этом подробнее в репортажах наших коллег. Елена Камалова, Денис Тихонов, телекомпания «Арис». Продолжение следует... Продолжение следует...